Бессмертный полк под водой, игры с роботом и уставший сигвей. Эти и другие публикации, которые вы лайкали и комментировали в программе область сети, как и чем живет при Амуре в интернет-пространстве, расскажу я, Руслан Козловский. 9 мая один из главных праздников, который всегда остается в центре внимания. Так, в телеграмме Амурского областного телеканала одним из просматриваемых стало видео патриотического танца, публикации более 3000 просмотров. Этот ролик благовещенские студенты сняли в честь бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Автор идеи и организатор – преподаватель физкультурного отделения Пит-колледжа Ольга Тихонова. А среди российских пользователей популярным стало видео, на котором участник парада в честь Дня Победы на Красной площади в Москве сделал предложение своей девушке, которая дала положительный ответ. Видео романтического момента опубликовано в телеграм-каналах. В одном из них у публикации более 68 тысяч просмотров. Предложение военнослужащий сделал после участия в параде на Красной площади. Кстати, пара встречалась пять лет. И еще о Дня Победы. Традиционное шествие Бессмертного полка в российских городах было отменено. Вспомнить о своих дедах и прадедах дайверы из Свердловской области решили необычно – устроили памятную акцию под водой. Они погрузились с фотографиями своих героев на глубину. Десять любителей подводного плавания проплыли с портретами воевавших родственников под водой на карьере Лазурной. Заплыв длился около часа на глубине 26 метров. Пользователи Дальнего Востока отметили видео, на котором житель Комсомольска-на-Амуре, участник специальной военной операции, встречается с дочерью. Девочка играла на детской площадке и появление отца стало для нее сюрпризом. У ролика более 22 тысяч просмотров. Продолжаем программу. После трудовой недели порой хочется выплеснуть эмоции, бросить все и отдохнуть. Кстати, это относится не только к людям, но и к технике. Так в одном из амурских телеграм-каналов стало популярным видео, на котором Сигвей решил показать своим хозяевам характер. На видео двое молодых людей пытаются изо всех сил успокоить машину, которая крутится без остановки. Немало сил и времени им потребовалось, чтобы достигнуть цели. Добавим огоньку. На спортивной набережной во Владивостоке умельцы показали прохожим настоящее фаер-шоу. Вечер получился теплым, громким и атмосферным. Вернемся в Благовещенск. Пользователи успели запечатлеть на противоположном берегу Амура символ дружбы. На высотных зданиях в Хэйхэ разместили рукопожатие России и Китая. Зрелище впечатляющее. У видео почти 100 тысяч просмотров. И еще о наших китайских соседях. Товарооборот между Россией и Поднебесной вырос в этом году более чем на 40%. Сухие цифры, не правда ли? Китайский блогер смог их визуализировать. Он прошелся по российскому супермаркету и отметил, что 90% товаров сделаны в КНР. На видео он демонстрирует надувные матрасы, стулья, масло для двигателя, носки, электроприборы. Публикация набрала почти 4 тысячи просмотров. И в завершении программы 18-метровый робот. Он сыграл в камень-ножницы бумага в Японии. Свои способности он продемонстрировал на аниме-фестивале. Видео набрало более 44 тысяч просмотров. Каждый участник мог сыграть с роботом в детскую игру. Те, кто выиграл конкурс, сделали памятные фотографии. Если вы стали свидетелем чего-то необычного, не забудьте поделиться. Отправляйте свои фото и видео на наш рабочий номер в WhatsApp. WhatsApp 8 914 596 4040. И, возможно, увидите свои кадры в следующем выпуске. У меня на этом все. До встречи в эфире и в социальных сетях.